Противник изменения Конституции из Новосибирска попал под суд. Поводом для этого разбирательства послужили обстоятельства задержания Алексея Баранова 22 апреля, когда он планировал провести одиночный пикет на площади Ленина. В руках у Алексея был плакат с надписью «Путин, лапы прочь от Конституции». По версии политического активиста, события того апрельского дня, когда он задумал водрузить на памятник Ленина плакат с призывом «Убрать лапы прочь от Конституции», разворачивались следующим образом. Перед тем, как подойти к месту проведения одиночного пикетирования, на меня побежало несколько сотрудников полиции, не представившись, они ничего мне не говорили. В процессе бега крикнули единственную фразу «Стой!». Баранов решил действовать от обратного и кинулся на утек в сторону улицы Депутатской. Но забег оказался в спринтерской дистанции, и вскоре активистов скрутили полицейские. Эта видеозапись стала основным доказательством по уголовному делу, возбужденному в отношении активиста по статье «Оскорбление представителя власти». При жестком задержании Алексей покрыл матерной бранью одного из полицейских. Парень настаивает, что в его действиях не было состава преступления, поскольку силовик так сильно заломил ему руку, что пострадали связки. По версии следствия, правоохранители вынуждены были остановить Баранова, который совершал правонарушение. Так как в действиях Баранова усматривались признаки административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 20.6.1 с целью проверки последнего, лейтенант полиции Жук и старший лейтенант полиции Радыгина попросили его остановиться, представившись сотрудниками полиции. Из этого следует, что одиноко идущего среди бела дня по центру города парня кинулась обезвреживать многочисленная группа полицейских только из-за того, что им показалось, что он нарушает режим самоизоляции. При этом неоднократно полицейские сказали и заявили, это же находящиеся там рядом члены добровольных молодежных дружин по помощи полиции, что меня ждали и так далее. У них откуда-то была информация, но я как понимаю, мой телефон прослушивался. В этот день за мной выставлены были группы наружного наблюдения. Как бы то ни было, 24 апреля суд признал Алексея Баранова виновным в невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения и оштрафовал на одну тысячу рублей. А 20 мая по ходатайству следователя в мировом суде первого судебного участка Центрального района было прекращено уголовное дело против активиста из-за оскорбления полицейского. Однако избежать наказания парню не удалось. Основание заложено, что суд постановит. Назначить Баранову Алексею Вадимовичу меру уголовную правоохранителя в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей. Известный новосибирский оппозиционер Андрей Глаченко, присутствовавший в процессе над Барановым, поделился своими впечатлениями от акта правосудия. Знаете, я вспомнил Салтыкова-Щедрина, медведя-воеводу, и замечательную фразу из него, да, уважаемые люди от него кровопролитие ждали, а он чижика съел. Так вот это все про уважаемую организацию, которая именуется Федеральной службой безопасности. Сам горе-активист с вердиктом Фемида согласился и не намерен его обжаловать. Недоволен тем, что, в принципе, этот суд был, и это дело было, потому что состава преступления я, так скажем, до сих пор не особо увидел, поскольку я оскорбил данного сотрудника, именно одного человека, поскольку он применил ко мне неоправданную силу. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова